В этот раз наша съемочная группа решила отправиться в Вологодскую область, чтобы принять участие в загонной охоте на лося. Путь от Москвы до Вологды не так уж и далек. Каких-то 450 километров, и вы там. Выезжая из столицы, радовались солнышку и теплой погоде. А когда добрались до Вологодской земли, то попали в настоящую метель и сугробы. Север, однако. В истории появления Вологды очень много загадочного. Например, дата основания города в 1147 году не подтверждается ни археологическими раскопками, ни бесспорными документальными сведениями. Считаем, что древнерусское поселение на реке Вологде могло, вероятно, состоять из одного двора. А основан был город после разорения татарами Руси в 1240-х годах. Строили Вологду не только новгородцы, но и выходцы из других мест. Причем большая группа основателей, строителей, была из древнейшей столицы Руси – Киева. А город Вологда почти с самого начала строился как крупнейший православный центр на севере. Памятник буквы О находится в Вологде, в одном из городских скверов на Соборной горке, напротив дома Шаламова. Он является символом специфического вологодского говора и призван увековечить самую любимую букву алфавита. Буква О тесно связана с Вологдой. Почти во всех названиях вологодских брендов города встречается эта буква. Инициаторами этого памятника выступили студенты Вологодского института бизнеса. Посетив главные достопримечательности Вологды, мы отправились на северо-запад области, в Кадуйский район, где нас ждали наши друзья-охотники. Мы находимся на северо-западе Вологодской области, Кадуйский район. В этом районе, в поселке Каду я родился в 1974 году. Практически всегда с рождения в поселке, всегда речь об охотах была, начали брать меня довольно-таки рано на охоты. В 16 лет я добыл уже своего первого медведя. Я хожу с подхода постоянно, один, все ночи напролет. Это вот меня самая любимая охота, так скажем, не считая, там гусиная охота и охота на волков. Когда все ночи напролет, болтаясь в лесу, там до 5-4 утра и видишь зверя, то, конечно, вот этого. Еще скрадываясь, а подходишь, когда к нему определяешь, так скажем, пол, возраст и все прочее, это все, то, конечно, это очень все, так скажем, заманчиво. С собаками очень, с охотничьми, особенно с лайками, я очень давно дружу. Вот этому кобелю у меня 12 лет. В основном мы с ним добираем медведь, кабан на овсах. Вот если вдруг там клиенты заранят зверя или как-то, то вот этот у меня боец, конечно, весь он из-под него взято. Очень большое количество медведя. Зовут его Найк. Очень много мы добыли с ним. Зверя, поэтому старичок сейчас передает свой опыт всем молодым, скажем так, поколениям. Кадуйский район сам по себе вообще уникален район, потому что очень хороший массив леса, так скажем, смешанные породы деревьев. Поэтому зверь очень активно здесь держится. В основном это лось, кабан, медведь. В основном, конечно, все предпочитают и все любят медвежья охота. Планируем мы сделать охоту загонным способом на кабана и охота с собаками загоном тоже на лося. Охота будет проходить на территории охотхозяйства северная сторона. У охотхозяйства состоит в основном, значит, это, конечно, это охота на овсах на медведя. Это вот номер один. По ЗМУ медведя насчитывается порядка 70-80 особей, примерно на 48 тысяч га. Значит, ну, в сезон добываем максимум 5 особей медведя. Стараемся стрелять только взрослых самцов. О самках, тем более о самках с приплодом вообще речи нет. И, конечно, кабан. Кабан и лось это как бы такие уже загонные, зимние, такие, так скажем, любимые охоты. В год добываем, ну, примерно 20-25 особей лося, под 30, наверное, кабана. Бывают, конечно, дни неудачные, и бывают, и зверя видим, и стреляем, и мажем. Но в основном, я так скажу, что в основном всегда охота проходит результативно. Прибыв на место, долго не раздумывали и отправились на охоту сразу. Вы, если услышите, чтобы не на поляну идёт, а, например, правее, там, кромкой болота, там у Валеры вот солонец как раз на кромке. Там деляночка маленькая, я ещё видела. Вот. Значит, ну, передвинетесь. Передвинетесь. Да, передвинетесь. Не с упора, может быть, стрелять будете, а просто с руки, да, и всё там. Я думаю, что может и оптику снять, да. Ну, это нет. Как привыкнуть. Сегодня первый день охоты. У нас загон. Обещает быть очень таким насыщенным. Ну, посмотрим. Евгения Борисова. Журналист по профессии, охотница в душе и в жизни, использующая любую возможность поехать на охоту, составила нам компанию в этой поездке. Следует заметить, что женщина на охоте для нас хорошие приметы. Тем более, что Евгения, имея незаурядный опыт охоты, может дать фору многим охотникам. А ещё мне показалось, что когда девушка стоит на номере, то загонщики более активны и голосисты. Есть в этом что-то естественное и первобытное. Возвращаясь от нашего лирического отступления к загону, в котором, кстати, оказались кабаны, и их видели только загонщики, можно сказать, что зверь есть, и всё идёт по плану. Переезжая на новое место, мы всё больше надеялись, что уж в этом-то загоне нам обязательно повезёт. У принимающей стороны было достаточно специальной техники, чтобы мы могли активно передвигаться по угодям. Во время таких переездов можно было обогреться и обсудить дальнейший план действий. Я пока подождался, где этих-то поставил выхода. Да. Выход, след на выход. Здесь ещё след есть один. Нормальное, хорошее место. А далеко номер стоит? Он зайдёт в лес, чтобы вам не мешать сюда стрелять. Слепого ворота мы можем стрелять. То есть сюда стреляете, да. Стоим сейчас на номере. Сегодня загонная охота. Пока мы шли, перед тем, как встать на номер, были следы, и началось есть. Лоси действительно в загоне были. И раздавшийся неподалёку лозь собак был тому подтверждением. Ориентируясь на работу собак, Евгения приготовилась к выстрелу. Два маленьких лосика. Но у вас трава высокая, и видна была только голова. Стрелял по голове. Не знаю, они шли на махах достаточно быстро. Надо смотреть уже, где дальше собака за ними. По окончанию загона охотники стали собираться в том месте, где перескочили стрельные Евгения и Лоси. Рядом тоже были выстрелы, и все собрались поделиться впечатлениями. Мы слышали выстрелы. Что было? Было два лося. Сидели. Ветров сто, наверное, двадцать. Пара штук перескочила. Сто, наверное, железное. Да, корова прошла. Так, стрельнул раз. Вроде не попал. Собаки развернули и сюда вывели. Развернули и сюда вывели. Да, мы тоже стреляли. Пара была тоже у вас. Да, но я сразу смотрела уже в оптику, видела первого. Видно было только голова. Первый в телёнок шёл. Тоже к нему стреляла, но что-то как-то, по-моему, они ушли. Пошли смотреть. Не, Валер, вывита большая была. Городка слишком. Ну, может, это шерсть от дерева просто? Нет. Это от выстрела. Это от пули. Пуля, покажите, где. Коробка 100%. Ну, крови же нет. А крови может и не быть абсолютно. Может, не быть какая пуля-то? Орекс. Половолочная? Половолочная. Может, не выткрою? Может, не быть, да. Ну, а не, тут сломка, это шёл туда. Но собака потом буквально через 30 секунд прошла за ними дальше, и она где-то там тяпнула, и всё. И замолчала. Сейчас бы, если бы он лежал, наверное, где-то. Если бы лежал, они бы перестали лаять. А, перестали. Перестали бы лаять. Решение правильное было принято о выстреле, потому что тут больше шансов никаких не оставалось. Расстояние где-то 120, наверное. 120, ну, в принципе, при всём притом попадания. Эту дорожку пересекает лось, ну, сколько? Ну, полторы секунды, наверное. Секунда в прицеле находится. Попадание есть? Сейчас будем проверить. Ну, говорят, есть попадание. Не знаю, шерсть на снегу, а крови нет. Ну, говорят, что, может быть, крови не будет. Ну, действительно, они бежали очень быстро. Как только они попали в оптику, видно было только голову. То ли здесь низинка, то ли трава. И рожки были видны. Я вот стреляла по голове с рожкой. Параган стреляла? Нет, не параган, может, параган. Был всё очень быстро. Сейчас пытаюсь всё так проанализировать, прокрутить в голове, но нет, стреляла по голове. А там как? Ну, больше ничего просто не было видно. Дальше ниже трава. Волновалась, нет? Конечно, волновалась. Всё стучит у меня, как всегда. Просто такие трудно сдерживаемые чувства. Поэтому, ну, выстрел был. Ну, ты готовилась к выстрелу? Готовилась, да, конечно. То есть я уже, в принципе, приготовилась и смотрела в оптику, потому что так было понятно, что собака вела, слышно было, понятно, что будет далеко. И я уже ждала просто вот на пролез, как только выйдет, будет видно. Потому что, когда ты смотришь просто глазами, потом в оптику, там же идёт приближение и немножко всё так смешивается. Нужно немножко привыкнуть. Поэтому готовилась, ждала. Там посмотрим. Нет, собак-то нету во всяком случае. Собака выходила, твоя вот эта, как бы, вторая-то вышла. Здесь она за нож. Ну-ка, что-то расскажи тебе, ну-ка, Игорь Вячеславович. Через Анатолича прошли. С собаками? Ну, собаки не лаяли. Так, так. Он один раз успел выстрелить. Ну, я слышал. Ситуация такая гнилая, конечно, была. То есть вески? Да только горбина. Там я стоял-то в лесу, а они вышли, они за вам за поворотом вышли метров в сорок от вас. Нету крови, да? А потом собаки вот здесь в материке полаяли, полаяли, полаяли. Фух, она развернулась. Ей через соседей. Так а что ей ума хватило стоять после выстрела, интересно? Ну, где стояла она, есть и нету крови? Кто-то подходил, нету. Там нету ни стрижки, ничего нету. И здесь крови нету. А здесь стрижка уже была, да? Вот попадание. Вот смотри. Что, Михаил Александрович? Нет. Если стреляли по голове, то где-то... По голове стреляли, да? Прошла пуля. Такая чешу, это... Только бы чуть подождать, пропустить и... А вы-то стреляли, как он, допустим, у корова-то вышла, или как? Два лося. Бутеленку, да? Бутеленку. Первый, можно, бутеленок, естественно, что это... Бутеленку стрелял. Ну, мы с рожками шили, нечего-то, наверное, полуторка. Бычок. Полуторка. Манлихер. Это Меркель. Я же еще Меркель, да, вот, гладкую стволку. Трофейный. О? Трофейный. С войны, что ли, еще? Из окопов. Ну, как? Нормально хоть рожье-то, нет? А? Нормально. Сзади нас еще за год... Ну, знаете, у меня такого не бывало. Лево. Как говорится, лучше гор могут быть только гор, у меня зашелись третий лось. Вот кучу... Но из этого много убито. Знаете, сколько? Значит, орать начали. 52 лошадь. Теперь прибежал. Ну что, нашли мы место. Есть стрижка. Говорят, что куда-то попало. Собаки ушли по следу за лосем. Их сейчас не слышно. Поэтому мы приняли решение вернуться к месту сбора и дождаться вестей от владельцев собак. И дальше будем принимать решение, что делать дальше. К сожалению, лося ушли целыми и невредимыми. По всей вероятности, пуля лишь слегка задела шкуру животного, оставив лишь немного шерсти на снегу и ни капли крови. Собаки вернулись через полчаса. И прошедшие по следу лосе и гиря подтвердили несерьезность попадания. Следующий загон был длинным. И пришлось долго ждать, пока вдалеке услышали голоса загонщиков. Справа от меня я слышал какие-то шорохи, а потом и выстрел. Затем четко слышал, что кто-то пробежал в этой стороне. Был готов к выстрелу, но так никого и не увидел. Собаки сходили по следам ни крови, ничего нету, я посмотрел. А что, быть корова? Я даже не успел заметить. С такой скоростью это... Ну, он вон ту полену пересекал. Да, у нас сейчас есть. Вот я видел, что мелькнуло, что... Ну, видно, что так рога-то у него. Очертания это слева. Ну, в общем, короче, про... Ну, да. Спустил. Не, надо что-то делать, этот, или с глаз на карабине, что-то, не знаю. Я не знаю. Надо или в церковь идти, что-то делать надо. Мужики говорят, был бык. Да? Даже крупный. Вот, мы его слышали, он прошел 11 метров, наверное, 80. Но лес плотный, я вам даже снял лобочку с карабина. Это первое, поэтому мы его не видели. Ну, 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 смешно. Было единственное лобочку в втором загоне. Я говорю, нам не подчаска какого-то. Только мы дороги... Сейчас мужики разбор полетов, как всегда, найдут крайнего. Накажут, наверное, как по смыслу. Некоторые пойдут в церковь снимать с глаз ружье. Ну, я стою. Такие предложения уже тоже были. Он слышит треск. Охота. Я же говорю, я думаю, Теренок. Это ключик приключений. Осенний день короток и близился к концу. Было еще время для одного загона, и стоя на номере, я думал о Ласе, который был в последнем загоне и досадовал о том, что как же так, и почему бы ему не пройти метров на 30 поближе ко мне. Вот я бы тогда не растерялся. Но человек предполагает, а Бог и располагает. Очередной пустой загон. Так бывает на ходе. Очень часто. Но мы не теряем надежду. Завтра у нас есть еще один день. Хотя сегодня лоси были, стреляли два раза, но все как-то не туда, куда нужно. Лоси бегают быстро, не успеваем. Обычно в последний день везет. Так у меня складывается. Завтра у нас как раз последний день охоты. Посмотрим, насколько. Это правда наши традиции и приметы. На следующий день наша компания уже чуть свет была в угодьях. Игоря Толкова и не спеша планировали загон. Новый загон – это всегда надежда на яркие события и приключения. И расставляясь по номерам, все надеялись, что уж теперь-то зверю от нас не уйти. И мы его добудем. У нас сейчас очередной загон. То есть, загон охоты – это такое активное перемещение по угодям. Постоянно пробуем разные места. Погода три дня назад поменялась. Выпал снег. Хотя на дворе октябрь температура 15 градусов. Ночь днем теплее. Поэтому лось он ходит не очень активно. Те типичные места, которые зимой он обживает, они сейчас без лося, как мы убедились. Ходят в разные стороны. То есть, мы зверя видим, слышим. Собаки выгоняют. Но он на нас не выходит. Загон с утра, который был. Собака сзади нас угнала лося, лаяла 500 метров. Но правила техники безопасности говорят, что сходить с номера нельзя. Поэтому мы стояли на номер. Хотя к собаке можно было бы подойти и стрелять лося с крадом. Но дисциплина на охоте, на загонах – это самое главное правило. А мы стоим, ждем. По солнышку должны загонщики выгнать вот на эту дорогу. То есть, лось с дороги не боится. Он ее перебегает, даже реки перебегает. Поэтому нет ничего такого, если стоять прямо на дороге. Но надо быть аккуратным, потому что периодически проезжают машины. То есть, не перебудут лося с машины. Это тоже важное правило на охоте. Ну и как всегда, нам остается только ждать и надеяться на удачу. КОРОВА СТЕЛЕНКА КОРОВА СТЕЛЕНКА КОРОВА СТЕЛЕНКА КОРОВА СТЕЛЕНКА КОРОВА СТЕЛЕНКА Сейчас у нас был очередной загон. Ну, в принципе, он уже продолжается, заканчивается. Загонщик вот сейчас выйдет. Слева от нас пробежал бык. Вот собака вернулась, бегла по его следу. Но перелетел быстро, мы его не слышали. Было где-то больше двухсот метров. Даже не успел скинуться прицелиться. Вот собака пришла ругаться. Да, да, да. Что охотники, так себя ведете? Извини, не смогли мы по лосю попасть. Даже не успели. Шел на махах быстро, на вскидку стрелять. Даже если был бы открытый прицел, все равно бы не успел. Загонщиков мало, у нас всего трое. Территория достаточно большая. И вот мы перекрываем бед по полкилометра с карабинами каждыми. Но по большей части такая охота на большую удачу. Но все же наши приметы сбываются. И в последнем загоне, в последний день охоты, верный глаз и твердая рука нашего товарища остановила стремительный бег, Вася. Как завещал наш великий полководец Александр Васильевич Суворов, воевать не числом, а умением. У нас, конечно же, не война. Но ситуация похожая. На четыре стрелка, три загонщика. Для загонной охоты это совсем немного. Получается, девятый загон, да? Девятый. Девятый загон. Вот. Все бегало, везде все видели, шевелилось. Вот крайний загон оказался, так скажем, удачным. Давай, давай, я в неделю поучусь. Вышла самка лося. Вот. Трофей перед вами. Охота производилась типичным загонным способом с собаками. Стрелков было не так много. Четыре человека, получается. И три загонщика. Загонная охота чисто с загонщиками и с криками – это один из способов. Гораздо красивее, наверное, охота с собаками, когда охотник стоит на номере и слышит, как все происходит. Кинологическое такое собаководство охотничье делится, наверное, ну, на мой взгляд, делится на собак, которые красавицы, завешенные медалями, и снимают все выставки. И собак, которые работают в лесу – это тоже две разницы. Собаки, которые работают на испытаниях, искусственные, и собаки, которые работают по естественному зверю. Вот. Ну, в этом и есть проблемы. То есть вот это собаки, они не чистых, так скажем, кинологических линий, но они работают, поскольку егеря не могут себе позволить содержать собак, которые не работают. Они просто будут отдано сторожить какой-нибудь дом. Можно назвать лайкоиды, а не лайки. Ну, видно, что они поместные собаки. Вот эта сука очень крупная, дамка. Вот эта кобель, конечно, очень крупная. Тут, наверное, какая-то помесь западных, восточных и дворенских краей. Эта дамка – это куча. По численности лося, что можно сказать? Тут, наверное, лет семь, как динамика пошла положительная, а до этого был серьезный такой провал. Провал был из-за, я так думаю, предполагаю, из-за того, что был интенсивный товарный отстрел, когда нужно было отстрелять как можно больше, то есть из селекционного отстрела не было никакого. Стреляли то, что видели. Вот сейчас кормовая база так довольно серьезно увеличивается за счет того, что интенсивные тут вырубки, то есть для лося, а участки становятся все более труднодоступными для охоты, поэтому для лося такие естественные резерваты и численность динамика положительная. Вот так удачно закончилась наша поездка на Вологодскую землю. Добыли лося и вернемся сюда обязательно за медведем и кабаном.